В 10 утра снежные глыбы окружили люди. Резали, долбили, красили, поливали. Поначалу снег оставался просто снегом. Идеи могли отразить только бумажные эскизы. Казалось даже, что для скульпторов не профессионалов, они слишком смелые. Здесь, например, должна появиться золотая рыбка. Здесь медведи. Авторы утверждают, они будут как живые. В планах других команд изображения паровоза, автомобиля, сказочных персонажей. И это при том, что многие взялись за, так сказать, резец в первый раз в жизни. Каково? Мы хотели сделать яблоко, а потом яблоко не получилось. Стали делать это. Доми Хоббита. Помогаю маме лепить телевизор. Лежу и помогаю. Приняли участие в конкурсе и мы, канал 12, решили изобразить телевизор. Делаем телевизор. Не знаем, правда, что у нас получится. Силы прикладывают все и маленькие, и большие. Тут требовались не только силы, но и всевозможный инвентарь. Пилы, ножовки, лопаты. Или вот даже, как назвали участники этот предмет, садовый окучник. Кова на изделии. Значит, раньше рубили капусту, а теперь уже так никто не использует. И как инструмент для выполнения скульптур. На изготовление снежной скульптуры уходит примерно 2-3 часа. Но самое сложное, говорят они, это уже практически отготовить скульптуры, оттащить весь снег. За эти несколько часов со снежными глыбами начали происходить настоящие чудеса. Где там были запланированные белые медведи? Да вот же они. И правда, как живые. И паровоз, и машинка, и Нюша с крошем. Все здесь. Вроде наглядно видно, что тут у нас есть. Вроде тигр. Конечно, похоже. Еще не нанесены последние штрихи, а с произведениями уже начали фотографироваться прохожие. И вроде люди такие, ну, простые люди, это не специалисты, такие шедевры делают. На фестивале было и настоящее жюри. Возглавил его глава города. Призов и номинаций было много. Очень тяжело было ставить оценки, но мне в этом помогали мои дети. Хотелось бы верить, что наш конкурс точно не останется единственным. Это первый конкурс. Свой приз под названием «Не лепится» учредил и канал «12». Назвали мы его так потому, что на фестивале скульптуры пришлось не лепить, а именно вырезать, как настоящим скульпторам. Организаторы выслушали и пожелания участников фестиваля. Например, приглашать на него умельцев из других городов. А главное – проводить праздник пораньше, чтобы снежные фигуры подольше украшали город. Хотел задать вам вопрос. А вам этот конкурс понравился? Да! Но у меня тогда больше вопросов нет. Нынешний фестиваль, пообещали на празднике, будет не последним. Так что все эти пилы, ножовки, приспособления для резки капусты далеко убирать не нужно. В следующем году понадобится вновь.